Вести Карачаева, Черкесия В сельхозпредприятиях республики началась весенняя полевая кампания. Яровыми культурами предстоит засеять более 107 тысяч гектаров. И в регионе определены кооперативы, которые получат грант на закладку мини-садов интенсивного типа. Рабочая группа 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 В целом по России стоимость загородных домов выросла на 18% и составила около 10 млн. рублей. Подешевели дома в Москве на 17%, в Калининградской области на 15% и в Севастополе на 11%. С 1 апреля проведена ежегодная индексация социальных пенсий. Повышение составит 3,3%. Она проводится в беззаявительном порядке. Социальный фонд доставит по графику выплаты с учетом повышения. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров будет не меньше прожиточного минимума. Если размер пенсии с учетом других выплат ниже, устанавливается социальная доплата. На участке автомобильной дороги Черкес-Хабес подъезд Кымцуар-Хыз, проходящим через аул Бавука, завершаются работы по капитальному ремонту. На объекте, в частности, проведены работы по полной замене земляного основания дороги. В настоящее время здесь завершается устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия и трех остановочных комплексов. После чего на участке будут установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Напомню, что работы по капитальному ремонту данного участка ведутся в рамках федерального проекта содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и будут завершены до 1 мая текущего года. Один из сложных участков республиканского центра по улице Сиренево и приведут в порядок. В ходе прямого эфира главы региона жителей Черкеска родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья обратились к Рашиду Тимрезову с просьбой привести в надлежащий вид данную улицу. Глава поручил руководству города решить этот вопрос. В дальнейшем обследование показало, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» заасфальтировать улицу не представляется возможным. Спецтехника просто не развернется на очень узком участке дороги. Тем не менее, выход есть. На личном приеме граждан заместитель мэра Черкеска Артур Озов заверил заявителей, что на их улице будет проведено профилирование дорожного полотна с подсыпкой. Кроме того, власти заасфальтируют участок по улице Набережной от детской площадки до Дамбы протяженностью более 350 метров и обустроят тротуар. Все эти меры значительно облегчат перемещение пешеходов. Работы начнутся в мае с тем, чтобы уже в июне этого года оба участка на Сиреневой и Набережной были полностью приведены в порядок. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Прикубанского района, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщила Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачао-Черкеси по взаимодействию со СМИ и общественностью. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый обратился через посредника к начальнику районного ЗАГСа для фиктивного оформления свидетельства о рождении детей. Передав денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и получив таким образом фальшивые документы, он подарил их своей знакомой. На основании вышеуказанного подложного документа женщина, обратившись в пенсионный орган, получила государственный сертификат на материнский капитал, планируя впоследствии его обналичить. Также ею необоснованно были получены выплаты, полагающиеся при рождении ребенка, предусмотренные федеральными и республиканскими программами. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Зеленчукский районный суд для рассмотрения по существу. Волонтеры «Единой России» и молодоговордейцы устроили настоящую весеннюю уборку одного из участков улицы Кооперативной. Расчистили от прошлогодней листвы и веток, убрали мусор и побелили деревья. Напомним, что в Черкесске уже начался месяц санитарной очистки и благоустройства территории. Ансамбль национального танца «Намы Саула Кошхабль» Хабецкого района занял первое место и стал лауреатом первой степени Международного фестиваля конкурса «Искусство без границ». Коллектив исполнил два танца «Девичи» и ожерелье адыгских танцев. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местная плюс 5-10 и выше 2,5 тысяч метров, лавина опасна. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду, столбик террометра поднимется до отметки плюс 15. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!